Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Что удалось сделать в 2013 году? По итогам 2013 года оказана финансовая помощь в рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму более 262 миллионов рублей. Это за счет средств областного бюджета и федерального бюджета. Получили поддержку 2200 предпринимателей. За последние два года объем финансирования этой программы значительно возрос. И если в 2012 году такую поддержку получили 550 всего предпринимателей, то в 2013 году в четыре раза больше. Основные меры поддержки, которые оказывались в прошедшем году, это предоставление микрозаймов на льготных условиях, под 9,5% годовых, предоставление поручительств по кредитным обязательствам предпринимателей, поддержка производственных предприятий. Это возмещались затраты на присоединение к электросетям, возмещались затраты на приобретение машин и оборудования по договору лизинга, поддержка инновационных компаний, которая тоже заключается в субсидировании затрат инновационных компаний на приобретение машин и оборудования, на аренду производственных помещений. Одним из известных форм поддержки и уже популярным таким являются гранты начинающим предпринимателям. В прошлом году также получили гранты 64 начинающих предпринимателей на сумму порядка 14 миллионов рублей. По итогам конкурса лучшие бизнес-идеи Тульской области. Одним из интересных проектов, признанные, это разработка технологий, новых технологий переработки, утилизации промышленных отходов, гидроизоляции сооружений и зданий, открытие пищевого и кондитерского производства. Продолжалась реализация финансовой поддержки социальных объектов. В рамках программы осуществлялась также поддержка социальных проектов. Оказывалась финансовая помощь на организацию частных детских садов, частных детских центров и уже действующих. 24 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку. Создано дополнительно 589 мест для детей дошкольного возраста. И в первом квартале текущего года дополнительно будет создано 600 мест. На какую еще поддержку могут рассчитывать малые и средние предприниматели Тульской области? Малые и средние предприниматели Тульской области еще могут рассчитывать на поддержку. Возмещаются им затраты на обучение самих предпринимателей и сотрудников, которые заняты в малом и среднем бизнесе. Это подготовка, переподготовка, повышение квалификации. Вы считаете эти меры эффективны? Анализ эффективности мер проводится на постоянной основе в обязательном порядке. То есть цель финансовой поддержки – это не раздача бесплатно денег, а цель, конечно, создания благоприятного предпринимательского климата, развития предпринимательства в регионе. И в конечном итоге эта финансовая помощь должна вернуться в бюджет налоговыми поступлениями. За время реализации программы только от получателей поддержки в бюджет, в различные уровни бюджетов, получено более 400 миллионов рублей. Эти меры финансовой поддержки, они способствовали сохранению 15 тысяч рабочих мест и созданию 2600 новых рабочих мест. С какими основными проблемами предприниматели столкнулись все-таки в 2013 году? 2013 год выдался нелегким для развития бизнеса в регионе. У нас произошло сокращение субъектов малого и среднего предпринимательства где-то на 5600 единиц. Эта проблема характерна не только для Тульской области, а в целом для Российской Федерации. Связано это с внесением изменений в федеральное законодательство в части увеличения страховых взносов, уплачиваемых предпринимателями. Наводился порядок в регионе в сфере торговли, то есть упорядочилась работа ярмарок, рынков, нестационарных торговых объектов. Того требует законодательство, которое необходимо исполнять. И, конечно, нужно сказать, что сфера малого и среднего предпринимательства это наиболее неуязвимая, незащищенная сфера, которая мобильно реагирует на все изменения. Поэтому как закрывались предприятия, так и открывались новые, они переходят в какие-то другие ниши рынка, открывают новые производства, новые сферы, новый бизнес. Но по результатам у нас все-таки сокращение есть. Не самая худшая у нас ситуация. Если брать центральный федеральный округ, то по сокращению субъектов малого и среднего предпринимательства мы занимаем 8 место среди 18 субъектов Центрального федерального округа. То есть где-то посредине. В этом году было введено ограничение на продажу алкоголя. В итоге контрафакта больше не стало? Этот вопрос находится на постоянном контроле. Конечно, мы ограничиваем реализацию алкогольной продукции, то есть вводим дополнительные ограничения, которые в рамках полномочий субъекту предоставлены. Здесь, конечно, на одну чашу весов можно положить прибыль предпринимателей, появление контрафактной продукции. Это, конечно, зона ответственности в первую очередь правоохранительных органов. Но мы взаимодействуем с ними в этом вопросе, проводим совместные рейды в целях исключения реализации контрафактной продукции, пресечения незаконного оборота алкоголя. На другую чашу весов можно положить обеспечение здоровья населения, в том числе подрастающего поколения. Поэтому потеря прибыли предпринимателями в части ограничения алкоголя, наверное, не сравнима с обеспечением здоровья населения. Какие цели перед комитетом стоят в 2014 году? В 2014 году мы продолжаем реализацию государственной программы, утвержденной постановлением правительства, направленной также на оказание мер финансовой поддержки. Объем финансирования будет увеличен до 300 миллионов рублей. Это с учетом привлечения федеральных средств и областных средств. И оказана поддержка будет не менее 4 тысячам предпринимателям. У нас еще развивается инфраструктура поддержки предпринимательства, создан центр поддержки предпринимательства, региональный центр субконтрактации. Идет работа по открытию бизнес-инкубаторов в городе Тули. И мы очень надеемся, что в текущем году, во втором полугодии, бизнес-инкубатор будет запущен. Основные достижения в 2013 году? К основным достижениям в 2013 году можно отнести следующее. Тульская область является участником реализации федеральной программы «Ты предприниматель». Цель программы – это вовлечение молодежи в занятия бизнесом. Более 400 молодых людей прошли обучение основам ведения предпринимательской деятельности. Открыто 54 субъекта молодежного предпринимательства – это новый бизнес. И Тульская область по итогам реализации этой программы заняла третье место среди 40 субъектов Российской Федерации, которые являются участником этой программы. Я уже сказала, одним из достижений тоже можно считать, что у нас в четыре раза увеличилось количество получателей поддержки, объем финансирования программы растет из года в год, особенно за последние два года значительно увеличился. В рамках Центра поддержки предпринимательства работает Евроинфракорреспондентский центр у нас, который направлен на оказание содействия экспортно-ориентированным предприятиям в поисках деловых партнеров, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. По итогам своей деятельности, по показателям своей деятельности, этот центр вошел в десятку лучших центров Российской Федерации по итогам 2013 года. Спасибо вам за интервью.